ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ Об этом я попытался узнать больше, о том есть ли у НАТО организация Североатлантического договора военная база в оккупированной Турции и Западной Армении. Говоря о НАТО, давайте сначала разберемся, что такое НАТО, каковы его основные принципы. Организация Североатлантического договора НАТО была основана в 1949 году и насчитывает 30 государств-членов, 27 из которых являются европейскими и 2 североамериканских. Включая Турцию, член Лиги Наций с 18 июля 1932 года, которая присоединилась к НАТО 18 декабря 1952 года, в начале холодной войны, основанной на принципах коллективной безопасности, обороны, кризисного управления и особенно борьбы с терроризмом. Что касается военных баз НАТО в Турции, то их две – Инджерлиг и Куриджик. На базе Куриджик есть предупредительный радар, который используется НАТО для противоракетной обороны. Что касается Инджерлига, то он контролируется ВВС США, а также антиджихадистской коалицией, которые хранят американские ядерные бомбы B-61, предоставленные НАТО. Следовательно, в Западной Армении, кроме Киликии, оккупированной Турцией нет баз НАТО, и по этой юридической причине США никогда не расифицируют Лозанский договор. 9 июня парламент Западной Армении и консул республики доктор Гильермо Караманян представит онлайн-конференцию на тему «Ваши вопросы, наши ответы. Западная Армения». Конференция пройдет на онлайн-платформе Zoom для латиноамериканских и испаноязычных зрителей. Старт в 19.30 по аргентинскому времени. Как сообщает информационное агентство РМНИХБ, 605-летний армянский монастырь Сурпас-27 в Армаше из Митского района Западной Армении заброшенный находится в плачевном состоянии. В районе монастыря Агюшен в 1889 году была построена школа. Сегодня она была разрушена и полностью покрыта травой. Кроме того, местные жители превратили всю территорию монастыря в свалку. Несмотря на все это, жители хотят восстановить монастырский комплекс и превратить его в туристический центр. По этому поводу они обратились в муниципалитет Коджайли. По словам мэра Акмеша Армаш, школа Армаш – одна из старейших школ в Турции. Реставрационные работы на территории монастыря начались при спонсорской поддержке одного из акмесских бизнесменов, но по каким-то причинам были остановлены. Напомним, армянский монастырь Чархалан в Сурпас-Ват-Зацен-Вармаше был основан в 1416 году. До основания села Армаш его населяли греки. В 1416 году его подожгли греки, и армяне, переселившиеся из Мараша и укрывшиеся со своими родственниками, поселились здесь. Название места изменено и переименование Мараш. Чарпакский монастырь Сурпас-Ват-Зацен-Вармаши был центром письменности. Турция продолжает нарушать суверенитет Ирака, нападая на Южный Курдистан Пашур. Это происходит на фоне молчания правительств Ирака и Пашура. В связи с этим иракский писатель и журналист Шахмид Джапар сказал следующее. Планы Турции ясны. Она хочет возразить Османскую империю. Ее колониальные амбиции безграничны. Оккупирующее турецкое государство продолжает попытки расширить контролируемые им территории за счет оккупации. Таким образом, с 23 апреля Турция атакует районы Южного Курдистана Пашур. Чрезмерное желание взять чужие земли в свои руки вынуждает Эрдогана открыто нарушать международные договоренности, в том числе и с Москвой. Турция незаконно аннексирует оккупированные территории Сирии. Турецкие силы приступили к формированию местных органов власти в сирийской провинции Идлиб, контролируемой Анкарой. В этот период сирийские паспорта меняются на турецкие. Это позволило бы включить Идлиб в Турцию. По мнению аналитиков, в ближайшее время к Турции будут присоединены северная и северо-западная части Сирии. Очевидное желание Эрдогана возразить Османскую империю ни к чему хорошему не приведет. Ситуация в Арцахе входит в список вопросов, которые президент США Джо Байден и президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган обсудят в ходе встречи в рамках саммита НАТО. У двух лидеров будет обширная повестка дня по региональным вопросам, таких как Восточное Средиземное море, Сирия, Иран и Нагорный Карабах, сказал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности на вчерашнем брифинге. Он отметил, что Байден хорошо знает Эрдогана и что лидеры двух стран надеются использовать эту возможность для обсуждения всех аспектов отношений. Саммит Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Рафик Ортошян, заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры, поделился на своей странице в Facebook. 1922 год хранится в здании журнала Homeland Watertown и штат Массачусетс. Постановлена карта Вильсиновской армии, не подготовленная Мартиросом Хираняном, имеющая для нас арминологическое и политическое значение. Спасибо инициаторам и сторонникам программы. Муниципалитет Тушпы в провинции Иван Западной Армении организовал курсы коврот качества для женщин, благодаря которым традиция этого ремесла, имеющая тысячелетнюю историю, продолжается. Это профессия армянское ремесло, дошедшая до нас с древних времен. В частности, это была основная профессия армянских женщин. Песчисленные тканные коврики и ковры украшали роскошные особняки и даже дворцы королей, благодаря легкому и ручному мастерству армянских женщин. Коврот качества существует и по сей день. Секреты и нюансы этой работы, передаваемые с поколения в поколение, до сих пор сохраняются и являются источником дохода для мастеров и бизнесменов. Курсы коврот качества, которые на некоторое время были закрыты из-за эпидемии, были вновь открыты 1 июня по эпидемическим нормам. В эфире телеканала «Западная Армения» директор Шушинского исторического музея Ашот Арцунин рассказал об исторических и культурных ценностях, оставшихся на оккупированных Азербайджаном территориях, их историческом значении, и рассказал о том, почему музей не эвакуировали, почему они не смогли вывести важные исторические предметы из музея. Он подробно представил события, происходящие вокруг церкви Святого Газанчатсоца. От взрыва бомбы до проведения азербайджанцами ремонтных работ азербайджанской пропаганды. От взрыва бомбы до проведения азербайджанской пропаганды. От взрыва бомбы до проведения азербайджанской пропаганды. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.